Много слышал о лучшем в мире месте для серфинга Минтавае. Это дикий архипелаг островов, который находится на западной Суматре. Белоснежные пляжи с пальмами и идеальные волны. Помимо нескольких серф-кэмпов там нет никакой цивилизации. Минтавае ассоциируется с очень дорогим серф-трипом. Расспрашивая знакомых, все говорили, что такая поездка с Бали обойдется минимум в 3000 долларов, чтобы съездить хотя бы на недельку. А многие тратят и 5, и 7 тысяч. Но я нашел бюджетный местный серф-кэмп, который стоит всего 20 долларов в день с трехразовым питанием и отдельной комнатой. За 165 долларов я взял авиабилет в одну сторону до маленького портового городка Паданка. Прямых рейсов с Бали туда нет, перелет идет через Джакарту. Я неправильно выбрал авиакомпанию и пришлось доплачивать еще 55 долларов за серфборды. Прилетев к Паданке, я планировал взять такси до морского порта и снять каюту на медленном большом ночном пароме. Переночевать в нем, чтобы не тратить ночь в Паданке, так как на быструю лодку в тот же день после самолета успеть невозможно. И именно за день до моего прилета расписание, по которому всегда ходил паром, поменялось и он уже уплыл. В этот же день в океане начался шторм, лодки перестали ходить и я застрял на три дня в Паданке. Сначала я расстроился, что целых три дня поездки вместо серфинга пришлось провести в Паданке, но потом осознал, что это был классный опыт. Много гулял, снимал, изучал местную культуру и быт, кормил бездомную бабушку своей едой, а она заботливо предложила угостить меня своей. Пытался общаться с местным населением. Попробовал настоящую легендарную Паданкскую кухню и на вкус она, кстати, гораздо лучше, чем на вид. Ну а жил в гестхаусе возле морпорта за 10 долларов в сутки. Субтитры сделал DimaTorzok На третье утро все же удалось сесть на фастбоут до Сибирута. Логистику усложнял 25-килограммовый серф-чехол с двумя досками. Кажется, в этой лодке собрались все белые люди, которые находились на тот момент в Паданге. Дорога на фастбоуте заняла около 7 часов вместо 12 на пароме. Я познакомился с двумя испанцами, которые ехали в соседний кемп. И мы договорились скинуться на следующую лодку с острова Сибирут до острова Масакут, где находятся наши серф-кемпы. В причале в Сибирут мы уже хотели выходить, но выяснилось, что на этом острове два порта, и в каком из них нас будет ждать наша рыбацкая лодка, нам, естественно, не сообщили, а связь там уже не работала. В итоге мы все-таки решили доехать до конечной, и нам повезло, там нас ждала наша лодка. Малюсенькая рыбацкая лодка, большую часть места на которой занимались серф-чехлы. На ней больше часа мы плыли по узким речным каналам в джунглях, иногда уворачиваясь от пальмовых листьев, свисающих сверху. Такая лодочка стоит минимум 100 долларов. Удивительно, как на ментоваях местные держат такие высокие цены для иностранцев и не демпингуют. Хотя сами живут очень бедно. Местами эти каналы настолько узкие, что нам еле получалось разъехаться с другой лодкой. Как только мы выплыли из джунглей снова в открытый океан, неожиданно начался сильный тропический дождь. Было страшно за компьютер и аппаратуру, которая могла намокнуть, несмотря на этот синий кусок полиэтилена. И вот наконец-то, спустя трое суток, один самолет, три такси и две лодки, я причалил в финальную точку, где на берегу меня ждал владелец лагеря. Скинув вещи, я сразу побежал на ближайший работающий серфспот, который назывался Питстоп, пока не село солнце. И вот оно то, ради чего я сюда приехал. Сёрфинг это не просто катание на пенопласте по волнам, это путешествие и поиск новых волн. Не устану искать тебя Не устану искать тебя Не устану искать тебя Не устану искать тебя Искать тебя Расходятся пути и остаёшься один Как пришёл ты один Так уйдёшь ты один Ты один Ты один Стерытые земли Я здесь один Вечно холодной Млечной паутине Стерытые земли Бесконечного сна Под грудами песка Не устану искать тебя Не устану искать тебя Не устану искать тебя Не устану искать тебя Находясь под эмоциями, я не подумал о том, что пока катался, был прилив, и пляж полностью затопило. А идти параллельно пляжу не получалось, так как там были очень густые джунгли. Добираться обратно в лагерь пришлось в кромешной темноте. Я придерживался тропинки, но она уходила всё глубже в джунгли. Чтобы вы понимали, на этом острове нет никакого транспорта и дорог. Я был в одних шортах, кроме доски у меня вообще ничего не было. Слышал разных животных и насекомых. В полной темноте я не видел, куда наступают. Заросли становились всё гуще, а тропинки начали раздваиваться. Но вдалеке я наконец увидел свет и выбрался в наш лагерь. На ментоваях очень много комаров, и они могут переносить все виды лихорадки Денге, поэтому все кровати с сетками. Подушка и матрас неприятно пахли. Я завернул подушку в чистую футболку, чтобы нейтрализовать этот запах. Электричество работало с 7 вечера и до 7 утра, поэтому днём вентилятор не работал. Но бунгало хорошо проветривалось, и даже днём, на удивление, было не жарко. Общий туалет и душ. Мыло, шампунь и полотенец там, конечно же, нет. Хорошо, что я привёз всё своё. Горячей воды, естественно, тоже нет, но днём мыться не холодно. Так, что это за там крики? Проснулся я от криков испанцев, которые пытались достать кокоса. Бытом и готовкой занималась молодая ментовайская девушка, а помогали ей бабушки с настоящими татуировками ментовайских племён. По-английски, конечно же, никто не говорит. Вообще, приятно удивила еда. Я опасался, что каждый день мы будем есть один жареный рис. Но почти каждый день на обед и ужин приносили огромную тарелку тушёных овощей и картошки, курицы или рыбы и риса. В столовой всегда стояла вода, чай и кофе. Можно купить пиво и газировку. Ребята в других кемпах жаловались на маленькие порции и говорили, что не наедаются. В паре минутах ходьбы в соседнем кемпе можно купить Wi-Fi. За 3,5 доллара за гигабайт. Работал, кстати, достаточно неплохо, а вот мобильная связь там не ловила совсем. Оказалось, что возле моего дома был даже магазинчик, но продавались там только печеньки, салфетки, кофе, мыло и дошики. Продавец живёт и спит прямо там же на полу. Чтобы попасть на большинство серфспотов, нужна лодка. Минимальная цена за лодку 110 долларов. Она вмещает 3-5 серферов. За эти деньги можно съездить покататься 2 раза в день. В зависимости от спота нужно плыть от 5 до 30 минут в одну сторону. По переписке с хозяином кемпа он обещал мне, что ежедневно я смогу делить лодку с другими жильцами. Но это оказалось не так. Либо лодки были полные, либо наоборот не было людей. Как-то глупо платить 110 долларов в одного, если можно пройтись пешком до соседних волн и, возможно, покататься даже лучше. В общем, ходить пришлось много. Больше всего напрягали изодранный об риф ноги. Здесь риф более коварный, чем на Бали. Чаще всего я ходил на питстопс и бэнк-бэнк. Это ближайшие споты в 5-20 минутах ходьбы от дома. Один раз даже увидел огромного мёртвого питона. И вам повезло, что видео не передаёт этот мерзейший запах гниющей смены. Один раз мы с испанскими соседями отправились на волну, куда идти около часа в одну сторону через джунгли. Самую большую опасность в пути представляли кокосы, падающие сверху. Кстати, ежегодно кокосы убивают более 150 человек в мире. Это в 15 раз больше смертельных случаев от акул. Я укатывался по несколько раз в день. Семь дней подряд и напоследок решил провести логическое завершение поездки и съездить к диким ментовайским племенам на острове Сибирут. Местные поделились контактом человека, который сможет отвезти меня в джунгли к этим племенам, которых на сегодняшний день осталось немного. Мой план был таков. Посерфить, до темноты доплыть до Сибирута, переночевать и до рассвета выехать в джунгли к ментовайцам. Главное, нужно было успеть вернуться до 3 часов дня в порт, чтобы уплыть на фастбоуте в Паданг. Иначе следующую лодку придется ждать еще несколько дней. Приплыв в Сибирут, меня встретил этот местный гид, и мы загрузились в его грузовичок. Он сказал, что у него есть домик, где я могу переночевать. Приехав туда, это оказался обычный сарай, где нет ни света, ни воды, ничего вообще. Время уже было позднее, и найти другое жилье я бы никак не смог. Даже связь там нигде не ловила. Я сидел на крыльце один, и ко мне собрались все соседи. Для них было шоком, что возле них поселился иностранец. Спал я плохо. Ночью на меня запрыгнул какой-то кот. В темноте я очень испугался от неожиданности. Сначала подумал, что это огромная крыса. Я даже не мог ничем посветить, так как телефоны пауэрбэнки сели, и электричества не было, и не мог их зарядить. Ночью начался просто нереальный ливень. Крыша текла, и спать я уже не мог. На часах уже в 8 утра гида так и нет. Дождь разрушил все планы. Если бы мы отправились в джунгли, я бы не успел на фастбол. Наконец дождь закончился, и он приехал за мной на старом скутере. Дорога в джунглях узкая, и на машине не проехать. Мы все-таки решили успеть доехать до ближайшего домика, где живет ментоваяц с женой. Полчаса на байке по ужасной дороге, 10 минут пешком по джунглям, и мы на месте. Предполагается, что предки коренных ментовайцев впервые переселились на эти острова около 4 тысяч лет назад, веками живя изолировано, пока их не обнаружили в 1621 году голландцы. Сначала им запретили ритуальный каннибализм, а в 1950-х правительство запретило даже традиционные татуировки. Сейчас они выращивают бататы и бананы, разводят свиней и кур, и охотятся на оленей и обезьян. Основной едой является мяготь саговой пальмы, по вкусу напоминающая хлеб. В результате вмешательства цивилизованных людей дикое племя стало меняться, и скоро вообще может исчезнуть. Молодое поколение перебирается в цивилизацию, и все меньше соблюдает культурные традиции. Это получилось очень запоминающееся путешествие, и воспоминания таких моментов остаются в памяти на всю жизнь. Занимаясь рутиной, спустя время даже и не вспомнишь, что происходило, повседневные бытовые дни, недели и месяцы пролетят очень быстро и незаметно. Но даже несколько дней таких путешествий и приключений отложатся в вашей памяти на всю жизнь. Таким образом мы можем растягивать наше субъективное восприятие времени. И несмотря на то, что пришлось столкнуться со многими трудностями, мне удалось осуществить свою небольшую мечту в одиночку. Все мои друзья и знакомые отказались ехать в эту поездку, придумывая отговорки, боясь использовать непроверенный вариант, говоря, что нужно больше денег и так далее. Не придумывайте самому себе отговорки, просто пробуйте. Особенно, если это связано с вашим любимым делом. Десятидневная поездка на ментовая, включая все затраты, обошлась мне в 1200 долларов.